Вместе с руководителем региона Вениамином Кондратьевым гости осмотрели объекты незаконного строительства в Геленджике, а также обсудили организацию коммунальных сетей и благоустройство города. Глава курорта Виктор Хрестин рассказал, что зачастую в Геленджике возводятся гостиницы на землях, предусмотренных для индивидуально-жилищного строительства. Владельцы не вводят их в эксплуатацию, не регистрируют и не платят налоги. Это сказывается на поступлениях в бюджет. Уже есть судебные решения по сносу 21 дома. Изначально просто надо пресечь это зло, даже его искоренить, потому что по-другому мы не сможем. Мы никогда не сделаем город красивым. У него никогда не будет единого архитектурного лица, если мы просто допустим вот такие самостроения, при том сносить дороже, чем построить. Мы вас здесь полностью поддерживаем. Мало того, мы сейчас ищем возможности каких-то устранения пробелов в законодательстве. Это очень сложно, потому что с частным сектором, когда что-то связано, сразу возникает масса вопросов, что мы здесь как-то прижимаем частный сектор и так далее, индивидуального жилищного застройщика. Но все равно рано или поздно найдем. Также Вениамин Кондратьев и министры посетили несколько предприятий края. После этого провели совещание по вопросам развития промышленности и рынка строительных материалов.